Можно ли сбежать от уголовного наказания? Уже несколько лет мы следим за трагической историей, которая развернулась на реке Урал три года назад. Напомним, тогда прямо в районе пешеходного моста моторная лодка налетела на резиновую, в воде оказались трое человек. Один из них утонул, другой получил серьезные травмы и не так давно скончался. Между тем, виновника трагедии до сих пор не удалось привлечь хоть какой-то ответственности. Родственники погибших уверены, что в данный момент обвиняемый вообще пробует раздобыть справку о собственной невменяемости, ведь диагноз психиатров избавит его от уголовного преследования. Так можно ли лишить жизни двух человек и выйти сухим из воды? К истории вернулась наша Екатерина Киселева. Эти кадры мы снимали летом 2016. К тому моменту Лев Шмогарев уже два года был прикован к постели, не мог сидеть, разговаривать и самостоятельно принимать пищу. Глубоким инвалидом его сделала вечерняя прогулка на надувной лодке. Трое друзей медиков сплавлялись по Уралу, двигались по своей разрешенной полосе в светоотражающих жилетах, когда в них на полном ходу влетела металлическая моторка. В итоге Игорь Погожев погиб на месте, а этим летом не стало и льва. 30 мая его не стало. Он уходил от нас очень долго и мучительно. Дышал через трубочку, которая у него стояла на шее. А кормили мы его через зонт, который стоял через трубочку, которая стояла на животе. Весь ужас в том, что виновника громкой трагедии так и не удалось привлечь хоть какой-то ответственности. Сначала Сергей Борисов пробовал всячески замедлить процесс. На заседании не являлись то свидетели, то адвокаты, то он сам. Из 20 судов 8 судов не посещал. То у него было давление. Приглашали врача специально с областной больницы профессора, которая сказала, что с таким давлением он вполне может посещать суды. Судя по всему, мужчина очень надеялся на то, что срок привлечения к уголовной ответственности истечет, и он выйдет сухим из воды. И он был близок к цели. Сначала дело закрыли, но когда в истории появился второй погибший, к нему вернулись снова, ужесточив статью. Однако тактика Борисова осталась прежней. Он то страдал от гипертонии, то в срочном порядке оперировал грыжу, теперь вот ищет спасение в психиатрической больнице. Прошел суд. На суд он не явился. Точно в психиатрии оказался. Он совершенно нормальный человек. Единственное, что он боится, наказания сурового. Избегает его так, как может. Уверенность в собственной безнаказанности поражает. Ведь, по словам очевидцев трагедии, моторка Бориса вынеслась по Уралу на немыслимой скорости, без ходовых огней. Столкнувшись с резиновой лодкой, мужчина бросил катер и пустился в бега. Только через пару дней после шумихи в прессе он пришел в полицию. Моторная лодка, скорее всего, судя потом и по следам на лодке, которую я видел, прошла от носа до конца нашей лодки, то есть фактически проехала по нам. По мнению очевидцев трагедии, Борисов был мало вменяем. Однако сам он вины не признает, а соболезнований родным погибших не выражает. На лодке есть такие специальные ходовые огни. Правый, левый. Чем различаются берега? То есть, если кто-то их не видел, это чистых проблем не моя. Это раз. Во-вторых, я могу сказать, что есть закон, который гласит о том, что резиновые лодки ночью, неважно, есть освещение, нет освещения, запрещено быть на воде. Ее не видно на воде. У меня пошла ритмия сердца. Им плевать на мою здоровье. Почему я должен о них за здоровье беспокоиться? Лев Шмогарев ушел из жизни в 33 года. Он растил дочь, мечтал о сыне, собирался строить дом и уверенно шагал по карьерной лестнице. Каждый день родители приходят на могилу единственного сына и просит Бога только об одном – о справедливости. Следующее судебное заседание назначено на 25 октября. Шмогаревы почти уверены – тот, кто отнял жизнь у льва, наверняка снова занедужит и снова не придет. Цель нашей жизни – найти действительно справедливость и наказать Борисова по заслугам. Почему мой сын покоится в земле? Почему Игорь покоится в земле? А этот человек вот в данный момент прячется, извините, под белые халаты. Екатерина Киселева, Вадим Даминов. Наше время.